всем привет сегодня покажу небольшое приспособление для клеванты брейков на параплане для того чтобы было удобнее управлять комфортнее было и лайфхаки парапланерный такая приспособа из мячика это поролоновый мячик продается в зоомагазины для котов собак есть поменьше вот для соло крыльев и рекомендую чуть шарик поменьше откуда это сплагиатничал у акропилотов есть ручки для ухвата они классные удобные в том случае если вам надо прикладывать много сил но при этом не важна точность и обратная связь клеванта именно ощущение в пилотировании чаще всего у кросс-кантри надо чувствительность крыла обратная связь при большим хватом информативность теряется больше то есть правление больше силовой получается что я придумал из такого шарика делать насадочку что в воздухе можно было и держаться комфортно и при этом не перетирать перчатки часто бывает люди берут таким вот способом да вот держат за узелочки чтобы чувствовать воздух если на кончиках пальцев до кровоуправления берете горячим раскаленным гвоздем прожигать этот поролоновый мячик и по и просто просаживайте развеет перри перевязывайте клеванту просаживайте через этот мяч насаживаете поглубже чтобы у вас вертлюга вылазили чтоб могли крутиться клеванта продолжала крутиться но при этом у вас управление было удобно держать ну и обратная связь чувствительность была хорошая что еще какой нюансе хотел рассказать поделиться по поводу хваток клевант кто-то берет клеванты вот я видел начинающих часто учат но это в принципе правильно инструктора переживать за то что пилот не сорвал крыло да из-за этого как бы рекомендую таким хватом то есть ход клевант увеличится еще дополнительно значительно а вот но обратная связь чувствительность с таким способом становится меньше потому что чувствительность через большую поверхность хуже опытные пилоты часто держится вот так вот клевантами то есть они держатся за узелок вот так за за верх узелка чтобы чувствовать обратную связь крыла то есть поклевочки все потоки все остальное но из-за того что мы держим таким способом у нас перетираются перчатки и на большой высоте когда холодно руки мерзнут используя вот такую приспособу вас получается и чувствительность остается хорошо в руке удобно сидит ваша брейка клеванта сейчас покажу и при этом вы все чувствуете я видел и сам также летал вот меня когда-то учили вот таким способом держать клеванты и в этом эти этим способом вырвать клеванту вот случайно сложнее но минус в том что если у вас произойдет сложение твист или еще что такое где произойдет фиксация вашей клеванты стропы управления может обмотать рукой вы просто в перчатке просто не выдерните и не дотянетесь до запасного парашюта это уже как бы ай 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 важно меня пару раз крутануло в таком твисте и я перестал брать таким способом то есть я стал брать вот так вот то есть от этого не уменьшилась чувствительность не уменьшилась обратная связь и пилотирование то есть но случае чего всегда можно выдернуть руку то есть даже если вы в толстой перчатке вас не зафиксирует вы не ограничите себя в движениях и дотянетесь до постного запасного парашюта как же летать с таким устройством даст таким шариком плюс в том что шарик не путается как ручки для акропилотов прямоугольный они сильно запутываются свободной концы у акропилотов ручки привязаны на резинке поэтому они не болтаются даже если бросишь их у кросс кантри они на поводках поэтому воздухе может произойти вот такое там да обмотался и если прямая ручка размотать это сложнее шарик размотать легче вот вокруг свободных концов я беру прыгки клеванты наши вот таким способом у нас получается силовая часть держится на руки обратная связь также остается на клеванте на обратной связи на стропе и удобно и перчатки не трем и руки не между пользуйтесь на здоровье пишите отзывы рекомендации всем пока до новых встреч